Новости на телеканале Хабар 24. В студии работает Сергей Гергель. Здравствуйте. В Восточном Казахстане вступают в силу новые карантинные ограничения. На дорогах области установлено 13 санитарных постов. Зеленый коридор открыт для поставщиков продовольствия, работников предприятий жизнеобеспечения и коммунальных организаций. В формате усиленных антивирусных мер полицейские и эпидемиологи следят за передвижением жителей. Вячеслав Фетлогин ознакомился с работой санпостов. С сегодняшнего дня в Усть-Каменогорске уже официально действует 7 санитарных постов. Как вы сами видите, движение здесь оживленное. Транспорт предприятий жизнеобеспечения через санпосты проезжает беспрепятственно. К слову, как и дачники, им главное иметь при себе право устанавливающие документы на свои приусадебные участки. Санитарный пост на трассе Усть-Каменогорск. Ридер границы Российской Федерации – один из самых загруженных участков. Впрочем, пробок и ажиотажа здесь нет. Грузовые фургоны с продовольственными товарами и сельхозтехникой у КПП не простаивают. После термометрии и проверки сопроводительных документов на груз водители пересекают санбарьеры. Сейчас как проехали санпосты? Нормально. Ребята посмотрели, что нарушения не имеют. Маска. Ну, я на работе каждый день проверяю. Вот сейчас документы накладные есть, подъедут, они будут смотреть, что надо, что не надо, пропустят, не пропустят. По мнению санврачей, ужесточение карантинных норм – мера необходимая и первоочередная. Только сегодня в регионе выявлено 252 инфицированных COVID-19. И текущее положение дел необходимо исправлять. Поэтому в общественных местах не реже, чем дважды в неделю устроят санобработки. Мы все-таки надеемся, что будет уменьшение количества положительных результатов и больных COVID-19. Поэтому не хотелось бы, конечно, говорить об усилении. Надеемся на смягчение, наоборот. Все будет зависеть от эпидситуации. Повлиять на эпидситуацию планируют и за счет внутренней миграции населения. Сегодня с полуночи в регионе сократят авиасообщение. Вместо 17 рейсов в столицу Алматы оставят лишь 7. Причем пассажирам будет необходимо иметь справки о прохождении ПЦР-тестов. Вячеслав Витлугин и Жигер Бабаканов. Усть-Каменогорск. Хабар-24. Три санитарных поста установят и в Карагандинской области. Там будут дежурить полицейские и медики. Об этом заявили представители Акимата региона. Работать они начнут в ночь со вторника на среду вблизи поселков Молодежный, Умуткер и Кентобер. Там проходят трассы, которые ведут из Караганды в Павладар и Семей, а также на дороге к Изаларда-Павладар. Тем, кто планирует поездки, связанные с пересечением этих санпостов, в Акимате рекомендуют указать свои данные на сайте пропуск.кз. Возможность проехать без подтверждения будет только у представителей спецслужб и служб экстренного реагирования, организаций, которые занимаются жизнеобеспечением населения, а также водителей грузового и транзитного транспорта. Кроме того, проезд будет открыт для тех, кто прописан в Карагандинской области или приехал туда на лечение, а также для вахтовиков и тех, кто ездит до работы и обратно. Новый суточный антирекорд в России. За день там выявили больше 18,5 тысяч зараженных. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Больше всего больных в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Ведомства прогнозируют, пик эпидемии в стране придется на начало и середину ноября. При этом в каждом регионе он будет разным в зависимости от роста заболеваемости. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на фоне распространения вируса системе здравоохранения не хватает врачей. Число жертв зеленотрясения в Измире увеличилось до 60 человек. Такие данные приводит рейтерс. Кроме того, пострадали почти 900 местных жителей. Ранее президент страны Раджептей Пардоган посетил провинцию, где случилась трагедия. Он осмотрел разрушенные районы и встретился с семьями погибших. Напомню, 30 октября в турецкой провинции Измир произошло землетрясение силой 6,6 балла, после которого произошло больше 600 авторшоков. Поисково-спасательные работы продолжают. В них задействованы свыше 5000 специалистов. Драки, скандалы. Этим запомнятся прошедшие парламентские выборы в Грузии. Борьба разгорелась между правящей партией и оппозицией. А во время голосования выявили много нарушений. Масла в огонь подлили и цифры подсчета голосов. Они менялись каждый час. Тему продолжит Юлия Тужилкина. Это здание грузинского парламента. За право иметь места в нем и управлять страной следующие 4 года разгорелась настоящая борьба. 48 партий и 2 блока боролись за голоса избирателей. Надо сказать, что выборы были непростыми. В этом году выявили более 200 нарушений. На одном из участков, к примеру, препятствовали работе журналиста. На другом нарушили тайну голосования. А где-то не пустили на участок наблюдателей. Сразу в нескольких районах произошли драки. Драматичным был и сам подсчет голосов. По окончании голосования обе партии, оппозиционные правящие, праздновали победу. Спасибо активистам и лидерам грузинской мечты. Мы принесли эту победу. Надо отметить, что партия «Грузинская мечта» в третий раз выигрывает на выборах. И что самое главное, грузинский избиратель научился различать и анализировать. Поэтому большое спасибо избирателям и всей команде грузинской мечты. Грузия сегодня сделала свой выбор. Я утверждаю, как основатель этой партии, что грузинский избиратель не ошибся, что поддержал нас. Грузинская мечта, как была партией для народа, так и и осталась. Еще раз спасибо всем избирателям. Да здравствует Грузия. На самом деле результаты голосования меняются каждый час. А у народных избранников сдают нервы. Например, сразу же после окончания выборов у зданий Центральной избирательной комиссии состоялась акция протеста. Оппозиция уже назвала выборы фальсифицированными. Однако официального объявления результатов пока еще нет. Все международные наблюдатели очень хорошо знают, что предварительно опубликованные цифры – это не окончательные итоги выборов. Они опубликуются по мере поступления, а уже по итогам происходит окончательный подсчет голосов. В первой половине дня, согласно рейтингам, лидировала партия «Грузинская мечта», набрав почти 51% голосов избирателей. Но по мере их подсчета цифры снижаются. На данный момент обработано более 80% бюллетеней. По предварительным данным, вместе с ныне правящей партией в парламент проходит еще 10. И уже известно, что второй тур выборов по мажоритарным округам пройдет в нескольких регионах, включая столицу. Грузия ждет официальных данных. Юлия Тужилкина, Шалва, Сурглашвили, Хабар-24, Грузия, Тбилиси. Общенациональный референдум по поправкам в Конституцию проходит в Алжире. По данным независимого национального избирательного органа, проголосовать смогут свыше 24 миллионов граждан страны. Изменения в законе призваны закрепить основные права и общественные свободы, гарантировать независимость правосудия, усилить механизмы предотвращения коррупции и борьбы с ней. Отмечу, в начале сентября поправки в Конституцию одобрили в правительстве Алжира, а затем депутаты парламента. Полицейские столицы поймали автоворов. При задержании преступники заблокировали двери автомашины. Сотрудникам группы захвата пришлось разбить стекла. Двух мужчин подозревают как минимум в пяти преступлениях. И по информации полицейских, они были совершены за последние две недели. Три подобных факта зарегистрировали только на рынке Шарын. В одном из случаев подозреваемый при помощи сканирующего устройства вскрыл внедорожник. В салоне авто находился ребенок. Мужчина вырвал у него сотовый телефон и скрылся. В Павлодарской области самый низкий показатель охвата сел качественной питьевой водой – 73%. Проблему решают больше 10 лет. В двух районах области построили групповые водопроводы. В селах с наиболее худшей ситуацией возводят локальные водочистительные станции. Ирбулабишев продолжит тему. Таволжан – это место соляных промыслов. Но сейчас месторождение закрыли на консервацию. Ресурсы исчерпаны. Добычу планируют возобновить только через 4 года. А пока местные жители, которые в основном и работали на солепромыслах, самозаняты. Большая часть ездит на заработки в город. Живут, как все обычные села, со своими проблемами. Благо в этом году одна из главных решилась. Появилась чистая питьевая вода. То, что воду дали, это счастье для всего поселка. У нас поселок, большей частью население пожилое. Колонок совсем мало. И вот приходится людям с этими ведрами ходить на эти колонки. А население пожилое, тяжело. Молодые супруги Ева и Мурат долго ждали, когда дом подключат к водопроводу. Заранее купили стиральную машинку. Вот хорошо подключили в нашем селе воду. Установили сразу машинку-автомат, что облегчает работу для любой женщины. Глава семейства даже прикупил душевую кабину. На очереди санузлы. Сам работает в городе, но переезжать не хочет. Говорит, в деревне теперь есть все блага цивилизации. В селе хорошо жить. Развожу скот, птицу. Как-то привыкли к деревенской жизни. Здесь спокойно. Теперь вот вода в доме ничем не хуже, чем в городе. На строительство водопровода из бюджета выделили 375 миллионов тенге. Воду провели до границы домов. Дом уже за сумму, которая определена за погонный метр, это отдельно. Подрядчик взял на себя и пенсионерам подвел бесплатно. К водопроводу подключили более 150 домов. Забирают живительную влагу с глубины 65 метров. Далее воду очищают, применяя передовые технологии. У людей как бы скважины частные, ну, в среднем 10-15 метров. То есть на данной глубине сама вода по качеству воды, она никаким нормам не соответствует. Это же нарушение всех норм было. То есть люди как бы губят свое здоровье. То есть после проведения водопровода люди сейчас обеспечены чистой, хорошей водой. В Успенском районе продолжается строительство четырех водопроводов. Три завершат в следующем году и полностью обеспечит район чистой питьевой водой. Ербулабишев, Марат Игликов, из Павлодарской области, Хабар, 24. Сакральному месту Акмещеть в Атравской области не хватает развитой инфраструктуры. Первый храм, который построил святой Бекет-Ата, привлекает паломников и большое число туристов. Но вот добраться до него по бездорожью и расположиться с комфортом очень сложно. Увиделась в этом и моя коллега Лея Жамитова. За две сотни лет Белая мечеть стала местом паломничества для многих туристов. Подземный храм построил Бекет-Ата, в котором обучал детей грамоте, письму и жизненной мудрости. Однако добраться сюда очень сложно. Весной и осенью дорогу размывает дождем, зимой заносит снегом. В этом году строительства дороги до Акмещети в планах не было. Хотя по проекту местные власти должны проложить 30 километров дорожного полотна. Оставшуюся часть должны капитально отремонтировать территорию храмов озеленить. Но даже посадить деревья этим летом не получилось из-за засухи. Мне бы очень хотелось, чтобы эти проблемы поскорее решили. Еще одно место в списке сакральных мест Казахстана – подземная мечеть Кулшанатана. Расположена в шести километрах от Акмечети. Паломники приезжают сюда с большим запасом воды. Ведь ни к одному из этих исторических объектов не подведен водопровод. В последние годы число туристов в районе активно растет. Эти святые места могли бы получить хорошее развитие в плане туризма. Ведь сюда приезжают даже иностранцы. Проектно-сметная документация на средство дороги уже разработана. Однако финансирование с областного бюджета пока не предвидится. Тем временем, не дожидаясь наладки инфраструктуры, недалеко от мечети местные инвесторы уже строят гостиницу. Алия Жамитова, Тимирлан Султенгазиев, Хабар, 24, Атырауская область. В пригороде Туркестана фермер разводит страусов. Несмотря на разницу в климате, австралийские птицы при желесии и их численность растет. Впрочем, это далеко не единственная экзотика для региона. Рауль Габитов расскажет подробнее. Ферма Налипана-Морзакулова поменяла профиль пять лет назад. С тех пор вместо кур и индюков во дворе бегают самые настоящие австралийские страусы. А ведь начиналось все с обычного любопытства. Я привез несколько птенцов из Алматы. Сначала был просто интерес, ведь никто у нас в ауле не разводит страусов. Но постепенно мне начало нравиться ухаживать за ними. Сейчас у меня 19 особей. Для гигантских птиц теплый южноказахстанский климат оказался подходящим. Здесь они легко прижились и уже несут яйца. Фермер признается, страусиное мясо питательно и полезно. Но пускать питомцев под нож пока не планирует. Наша ферма еще не так масштабна, чтобы отправлять птиц на убой. Но в будущем мы начнем продавать мясо. Ведь оно не имеет холестерина и полезно для сердца. Для начала планируем поставить на поток продажу яиц. Недавно у нас уже купили 40 штук. Кстати, яйца австралийского страуса бывают черного цвета. Тропические плоды на полях Туркестанской области тоже не фантастика. Например, жительница Козыгуртского района Халима Ситькеримова выращивает бананы. Женщина не надеялась на урожай, ведь саженцы она высадила 9 лет назад. После того, как я купила саженцы, у меня появился интерес к бананам. Начала изучать технологию ухода за ними. Как оказалось, выращивать тропическое растение у нас можно. В этом году я впервые за 9 лет собрала урожай. Растут в теплицах региона и другие экзотические плоды. Например, лимон и гранат. Их саженцы сейчас пользуются большим спросом. Наш климат идеально подходит для выращивания лимонов. К тому же мы научились хорошо за ними ухаживать. Площадь нашего хозяйства 137 гектаров. Келесский, Сарагашский и Житесайский районы расположены в самой южной точке страны. Там в основном и выращивают лимон благодаря теплому климату. Кроме того, в рамках одной из госпрограмм житель Козыгуртского района выиграл грант и теперь собирается выращивать во дворе дома гранат. Местные фермеры не боятся экспериментировать. Интерес к выращиванию тропических фруктов только растет. К примеру, если в прошлом году общая площадь теплиц, в которых получают лимон, составляла 2 гектара, то в этом уже 3. Рауль Габитов, Ербалат Абишев, Самат Тагашпекула, Хабар-24, Туркестанская область. И на этом все. Следите за развитием событий вместе с нами на телеканале Хабар-24. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова